всем привет сегодняшний ролик будет про вас ту это такое направление или учение или даже наука как некоторые считают почему я решил поговорить про вас ту потому что к нам дизайнерам очень часто обращаются клиенты которые хотят чтобы мы сделали все по законам вас ту или фэн-шуй это кстати разные учения но сегодня мы будем говорить именно про вас ту а помогать мне будет в этом специалист в этой области анастасия короткова поехали насти привет сегодня я тебя пригласил для того чтобы ты рассказала мне ну и моим зрителям и твоим сейчас тоже что же такое васта давай с этого начнем вообще правильно я произношу васту васту все правильно далее в нашем сюжете мы расскажем о про принципы васту 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 а что это такое фасту это древняя часть древних писаний ведических писаний есть ведические писания которые сохранились дошли до наших времен они написаны на санскрите и вот люди сейчас начинают эти знания раньше были закрыты спрятаны и сейчас 70-х годов прошлого века эти знания стали нам открываться их переводят на английский язык санскрита на русский язык и вот таким образом они к нам сюда пришли а зачем они нужны они повествуют то есть ведические писания там о многом говорится ну то есть я здоровье и научные там теории очень много раньше ведические писания знаешь даже описывается что люди раньше летали на кораблях то есть у нас сейчас самолеты а люди раньше уже летали на корабля часть ведических писаний это васту шастры это ведическая архитектура где конкретно идет указание где спать где есть где готовить даже где сексом заниматься и описание какие энергетики при каких окнах заходит какая энергия заходит в дом и как влиять на людей вот я именно про это хочу поговорить потому что именно с таким запросом приходят люди к нам в студию не все но часть людей которых очень интересует а именно расположение комнат вот по этой теории по теории васту и именно она говорит где должна быть спальня кухня ванна и так далее я правильно понимаю правильно а скажи это всегда одинаковые расположения и конфигурация комнат или они как-то меняются со временем вообще что это такое вообще вот я как человек сугубо прагматичный логичные то есть все мои планировки они выстроены на знаниях на опыте на научном опыте на исследованиях но васту их просто перечеркивает не всегда но часто у тебя же тоже получается твои знания основаны на нескольких источников то есть ты когда на многих да и просто сюда очень органично может втечь еще знание вас потому что это конкретно наука и этому есть доказательство что такое наука наука то что измеримо и доказуемо и то есть я не видел еще своей жизни квартир мне люди жили было но приличное время там допустим лет десять и васту на них не повлияло ну то есть вот есть определенные квартиры в которых люди наверняка будут изменять и даже если человек нам заниматься духовной практикой там он не знаю какой-то благостный благостный потому что часто говорят что особенно верующие люди говорят что достаточно дома молиться и тогда на тебя это все не действует но на самом деле вот даже очень духовные люди если у них такие окна то начинаются измены то есть семья распадается в итоге вот то есть ты хочешь сказать что есть квартиры благополучные а есть неблагополучные не благополучной с точки зрения васта да но опять же смотри нет такого понятия не благополучный есть понятие что эта квартира должна использоваться для другого ну то есть допустим не для жизни семьи есть прямо квартиры которые вот для одиноких женщин, которые хотят создать бизнес. То есть семью она в этой квартире не создаст, а бизнес вообще легко. Бизнес-леди? Да, бизнес-леди будет. И классно ей там 3 года пожить, за 3 года она раскрутится, а потом переехать в более благостное помещение и там уже думать о семье, о рождении детей. А как нам понять, вот эта квартира благостная или не благостная? На что нужно смотреть? То есть это какие-то определенные знания, это какой-то копос? Что это такое вообще? Да, мы смотрим вообще в Асту, можно затронуть разницу фэн-шуй и в Асту. В фэн-шуй там все как-то сложно, и там в зависимости от даты рождения человека идет, и там может все по-другому быть. А в Асту она конкретная наука, то есть мы ориентируемся на солнышко. Вот солнышко у нас встает, и оно заряжает нас энергией, оно несет определенное умонастроение. То есть когда солнышко встает рано утром, хочется петь, танцевать, ну то есть оптимизм появляется, идей много, хочется двигаться, что-то делать. И когда солнышко, оно в зените, оно другие энергии несет, когда оно садится, оно третьи энергии несет. И относительно вот этого солнца строится вообще вся наука в Асту. А оно, понимаете, какие бы у нас ни были войны, не знаю, что бы у нас вообще не происходило, у нас у людей, оно встает и садится, встает и садится, то есть это такая, ну оно не меняется. То есть солнце несет с собой энергию? Да, да. И вот ты сказала про энергии, и то есть эти энергии разные могут быть для человека, правильно? Да, правильно. Если я хочу, например, много денег, то мне нужно искать определенную квартиру с какими-то определенными окнами, которые выходят куда-то. Да. На какую-то сторону света. А если я хочу много любви, то мне уже другие окна искать? Источник любви один у нас в жизни. Ну то есть это какая-то божественная составляющая, она через нас проявляется. И есть окна определенные, которые вот эту божественную энергию запускают. И будет много любви, а богатство от слова Бог. То есть Бог и богатство, большие деньги, они неразличимы. То есть понимаешь, люди, у которых большое благочестие с прошлой жизни осталось, они рождаются в царских семьях, в полном изобилии. И поэтому вот эта вот дурацкая идея, откуда-то у нас взялась, что деньги и вера в Бога, это вообще разные вещи. На самом деле это все одно. И если человек в гармонии с собой живет, то деньги будут. А какие окна должны быть? На самом деле источников как минимум 4 источника. То есть нужно пообщаться конкретно с человеком и понять, чем он зарабатывает, какая у него сфера деятельности, какое внутреннее предназначение, то есть в чем он себя больше чувствует. Хорошо, я спрошу по-другому. Подожди. Я же все на таком бытовом уровне, да? Первое, что я должен сделать, я должен правильно выбрать квартиру. Что значит правильно выбранная квартира? Маленькая, большая, прямоугольная, квадратная, треугольная? Окна куда-то должны выходить определенно? То есть в чем смысл вообще идеальной квартиры с точки зрения ВАСТу? Так вот прямо быстро не ответишь. Ну точно должен быть Восток. Вот это восходящее солнце, начало-начало. Когда вот только оно зарождается. То есть это северо-восток-восток, и эта энергия точно должна заходить в дом. То есть она прямо жизненно необходима людям. Без нее очень сложно жить, в сложности возникают проблемы. Второй момент, да, квартира должна быть правильной формы, чтобы не было каких-то кусков вырезанных из планировки. Потому что, допустим, каждый кусочек квартиры, он отвечает за какую-то сферу деятельности. То есть есть место хозяина, есть место хозяйки, есть идеальные детские, есть алтарные, да? Есть место кабинета, где нормально вообще как раз деньги идут, да? И если какой-то из них вырезан, то здесь будет какая-то проблема. Вот вчера у меня была на консультации женщина, которая вырезана вместо хозяина. Муж не чувствует себя хозяином, ему не нравится эта квартира, он постоянно пытается куда-то, где-то в другом месте, да, пожить. То есть подожди, если в семье муж не спешит домой вечером, то есть какая-то проблема, что-то там вырезано, и какая-то энергия не заходит? Так получается? Так получается, да. Или уходит, например, наоборот. Вот недавно у нас, то есть есть такая дырка, да, ну юго-западная, вот, и если ее закрыть, ну, я просто хочу, кто нас слышал, слушает, не сразу бежать закрывать, потому что юго-запад тоже бывает разный, надо смотреть какой, можно, нужно ее закрывать или не нужно. Но есть определенное место, если там окно, то эта энергия уходит, и мужчина вообще приходит, ну, допустим, он идет домой такой, вот это, вот это, вот это сделаю, пришел домой и так, растекся по дивану, ничего не хочет делать, потому что есть вот это отверстие, через которое эта энергия убегает. Вот. То есть мы опять к энергии приходим, то есть энергия какая-то должна заходить, а какая-то должна уходить? Или все оставаться здесь? Положительная должна зайти и остаться, отрицательная должна не зайти, ну, то есть мы прям плотину строим, чтобы она не заходила, ну, условно плотину, с помощью мебели, с помощью стен, без окон. То есть мы, если обладаем уже существующей квартирой, то есть если у нас есть, вот вы уже купили квартиру или дом, то с помощью планировки мы можем направить потоки энергии. Да, да. Так как нам нужно... Планировка, цвет, мебель и назначение комнат. Ну, то есть, допустим, если на месте хозяина появились дети, то некомфортно будет ни детям, ни хозяям. То есть дети начнут вставать на роль хозяев, и там рулиться, и ссоры, и скандалы. Ну, то есть это некомфортно. Достаточно маму с папой поменять с детьми, и атмосфера в семье улучшится. Еще раз, наука Васта говорит о том, как нужно делать планировку. Планировку. Как жить. Как жить. Как вообще жить, да. То есть внутри квартиры... Даже внутри квартиры. Мы должны определить место для взрослых. Да. Должны определить место для детей. Для кухни. Для кухни. Где мы готовим. То есть это же очень важно. Какие энергии, какие мысли мы вкладываем в пищу. И поэтому для кухни конкретно есть место. А на что это влияет? Я что, не могу кухню справа сделать, когда мне Васту говорит делать слева? Влияет очень... Ну, там прям, ну, конкретно. Если у вас кухня на севере, то это стопроцентно люди считают калории, микроэлементы. То есть север – это разум. Если там юг на западе, это как раз, помните, солнце садится на западе, уже умирание. И стопроцентно влияет, что люди кушают что-то быстрое, консервы, ну, что-то такое, вот уже как бы не свежее. Ну, борщ варят себе на неделю. Ну, то есть вот западные окна так влияют. И кухня должна быть на юго-востоке. Там, во-первых, вкусно, потому что там хочется наслаждаться, и люди начинают наслаждаться вкусами. И плюс еще восток, вот это вот солнышко, которое взошло только что, оно наполняет вот как раз любовью, про которую ты говоришь. И эта любовь заходит в пищу. И пища невероятно вкусная. То есть вкус еды меняется? Да. Причем ты можешь сварить картошку, она будет намного вкуснее, чем та, которая приготовлена на западе. То есть это такая метафизика, которую мы подключаем. Надо понимать, что ВАСТу это не 100% успех. ВАСТу это, ну, просто как мы добавляем, ну, более правильно начинаем использовать свой дом. То есть как бы вот, не знаю, вот если там я дизайнер, я приехала в другую квартиру по ВАСТу, я останусь дизайнером. Ну, просто у меня получится, что по-другому будет выстраиваться деятельность, более эффективно. Вот так вот я скажу. На 30%. Это же много. Ну, представляешь? Ну, 30% да. Зарплата на 30% повысится только от того, что ты переставил кровать или кухню там. Ну, то есть это же, это ощутимо. Ну, в общем, я понял следующее. Если у нас есть квартира, нужно ее посмотреть с точки зрения ВАСТу. И если там что-то неблагоприятно, то нужно первое сделать перепланировку. Второе, нужно усилить эффект цветами. Да. И материалами. Материалы, да. А что еще влияет? Надо окна посмотреть. Смотреть, где зеркала обязательно, где телевизоры и где мы спим. Ну, то есть, ну, перепланировка, да. Что ты порекомендуешь? Вот если человек заинтересовался, ему эта тема интересна, он хочет направить энергии так, как нужно. Как ему действовать? Сначала идти к специалисту по ВАСТу или идти к дизайнеру, а потом к специалисту по ВАСТу? Сначала к специалисту по ВАСТу. Причем даже на этапе уже выбора, квартиры или участка. То есть, это там настолько много моментов, которые сказываются. Ну, допустим, при выборе участка сказывается и вода рядом находящаяся, и уклон, и соседи там нужно посмотреть, да. Ну, то есть, какие там дома в округе стоят. Также мы смотрим внимательно на квартиру. То есть, в каком на доме, какая форма дома. Сейчас, знаешь, очень модно дома-то строить всякие вот такие неправильные формы. А это тоже сказывается потом. И сама квартира должна быть правильной формы. И классно, если она еще строго ориентирована по сторонам свет, а не как у нас сейчас под 45 градусов строят. Ну, то есть, там слишком много моментов. И, конечно, лучше к дизайнеру прийти уже с правильной выбранной квартирой и показанной, где хорошо сделать комнаты по назначениям, а дизайнер уже включает свои вот все знания и делает так. В общем, твои рекомендации такие. Я буду перечислять, а ты меня поправляй. Первое. Прежде чем человек решил купить квартиру или дом, участок, то нужно перед этим обратиться к специалисту по ВАСТу, чтобы он посмотрел на участок, на дом, на квартиру, ориентацию по сторонам света и сказал, хорошая она или нехорошая с точки зрения потоков энергии и чего-то там еще. После этого специалист по ВАСТу дает свои рекомендации, где спальня, где там, что должно находиться, где какая комната, распределяет это все как-то на плане и потом это уже можно отдавать в работу дизайнеру. Да, именно так. Правильно мысль донес до наших зрителей? Да. Отлично. Друзья, ну, верить в это или не верить решать вам. Каждый сам для себя находит ответ на этот вопрос. Все, что я мог со своей стороны сделать, я сделал, я вас познакомил с Анастасией. Ну, а с вами был Иван Безруков. Ставьте лайк, если понравилось видео, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о следующем полезном видео. Ну, и подписывайтесь, конечно, на канал. А я говорю, что я рада была служить и желаю, чтобы зерно этих знаний проросло потом в счастье у человека, чтобы жизнь стала ярче, благостнее. Да пребудет с вами муза! ПОНИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИЯ ПОНИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok